Привет, друзья! Как пережить страшную ситуацию легче и быстрее, без ущерба для здоровья? И как настроиться к новой страшной ситуации? Раскрываю все секреты, ключа. И в этом мне помог Акбар. Да, привет, Акбар. Участник нашей школы, человек будущего Homo Futurus. Он мне напомнил, он говорит, вы же говорили о том, что обжимать пальцы, когда страшная ситуация, чтобы выйти из этой паники и тревожности, из неприятностей, обжимать пальцы, да? Это же пик напряжения, да, правильно. Я еще говорил о том, что утром, например, когда вы просыпаетесь, вы подтягиваетесь, тоже создаете пик напряжения. Я прошу запомнить это. Есть три пути пережить плохую ситуацию, ожидание неприятностей, и чтобы в самой ситуации, в результате, чувствовать себя уверенно. Первый путь. Когда вы чувствуете беспокойство, тревогу, страх перед, например, посещением врача, или перед полетом в самолете, или перед встречей с противником, или перед встречей, ну, спорт я имею в виду, да, или, допустим, перед выступлением, вот вы чувствуете страх, беспокойство, тревогу, что надо сделать? То вы можете вот так вот обжимать, то есть доставить себе дополнительное напряжение, вывести себя на пик напряжения, и в этот момент сказать, все будет прекрасно. И так потом в результате и будет. На самом деле, в момент, когда вы будете у врача, когда вы будете в самолете, когда вы будете встречаться с противником, или выступать, вы будете чувствовать себя уверенно и свободно. Второй путь. Когда вы чувствуете себя в тревожном состоянии, когда у вас может быть паничное даже состояние, когда вы боитесь какой-то ситуации, ну, например, боитесь, что сейчас будет землетрясение или еще чего-то, переживайте это, свое переживание на волне, автоколебание. Это второй способ. Когда вы переживаете это на волне колебаний, вы обнуляетесь, точно так же, как обнулялись, когда нажимали себя, то есть доводили до пика напряжения. Точно так же вы обнуляетесь на волне, у вас снимается исходное состояние страха перед страшной ситуацией, и в этот момент через ноль вы можете подумать, все будет прекрасно. И на самом деле, потом, когда вы встретитесь с этой неприятной ситуацией, ну, шутя я могу сказать, ну, дерево упало рядом, вы уже такое меньше вздрогнете. Кстати говоря, вы вздрогнули почему, допустим, в этой ситуации? Потому что мгновенно прошло напряжение и расслабление, обнуление. Это и называется вздрогнуть. Да. Вот теперь дальше. Третий путь. Это идеорефлекторный прием. Когда вы добиваетесь того, что у вас руки, например, пошли по вашему образному представлению, поиска удобного положения для рук, задумались, и руки по вашему желанию пошли на автомате, в этот момент происходит переход в ресурсное состояние. В этот момент подумайте, что в ожидаемой вас страшной ситуации все будет хорошо, все будет замечательно. Оно так и будет. До встречи, друзья.